Это, мне кажется, чудный знак, да? Если у тебя хорошее настроение, улыбнись! Это похоже на флешмоб какой-то, на футболках, может, такие. Вообще масса вариантов всяких разнообразных. Вот чего только не понапридумывают жители Свердловской области. Сейчас мы узнаем у путешественников Свердловской области вообще, что у нас творится интересного. Никита Сучков, ведущий программы «Город на карте». Да, сейчас придет нам в студию, а точнее уже пришел, и расскажет о очередном своем путешественном привет. Так, у тебя в руках какие-то штучки. Да, и свои поездки. У тебя прям столько всего интересного. Трофеи добыл. Ты съездил в Невьянск. Да, совершенно верно. Добыл курицу и ежа. Курица с сюрпризом, кстати. Курица с сюрпризом? Да. Можно посмотреть? Да-да! Ой, какая прелесть! Откуда у тебя такая прелесть? Это из поселка Ребристы под Невьянском. Там жители занимаются декоративным таким прикладным творчеством. Называется «Объемное вязание». Значит, бабушка, которая этим занимается, она просто все, что видит вокруг, она потом все это вяжет из шерсти. То есть у нее получаются подсолнухи, ежики, курочки, различные ягодки. То есть иногда, вот она недавно смотрела рекламу и в рекламе увидела шапку интересную. И она решила ее связать. Шапку? Увидела в рекламе шапку? Подарила тебе шапку? Она подарила ему, видишь, игрушку? Нет, шапка сценическая. Мне как бы она не нужна. Она сценическая? Она прям какая-то дикт... Ну да, она как шутовская такая. Шутовская шапка вязаная? Да. Я впервые в жизни слышу о подобном. Вязаная шутовская. И причем местные корреспонденты рассказали, что вот это декоративное прикладное творчество, это единственная возможность для местных жителей хоть чем-то заняться, что-то сделать, что-то продать. Как она сказала такую сакраментальную фразу, кто не вяжет, кто не вяжет, тот пьет. А кто вяжет, тот ест. Ну, хорошо, хорошо, понимаете. То есть там много мастеров, которые подобные вещи делают и на рынке... Слушай, а на заказ можно что-нибудь сделать? То есть, например, придумать что-то, приехать туда, формировать заказ, да? Да, то есть всего в Невианском городском округе больше 80 мастеров и больше там 20 ремесел. Нет, ремесла различные. То есть можно... У них проводятся различные выставки, можно приехать на выставку, посмотреть что-то и выбрать. А какие еще, кстати, ремесленные гетангеры? Там есть гончары, потом которые вырезают из дерева различные фигуры, скульптуры. Затем потом есть куклы делают в береге. То есть очень много ремесел. Там прямо целый, в Баркогромном дворе скульптурой этим занимается. А это какая-то наследственная вещь? То есть передают с поколения в поколение? Ну, что касается гончаров, то да. Там, допустим, мы снимали не так давно гончаров тоже. Там вот гончар в восьмом поколении, например. В восьмом? Да. А ему сколько лет? Имеется в виду в восьмом поколении, потому что у него восемь поколений. Я понимаю, ему самому сколько лет? А, сколько лет ему? Ну, около 35-40 лет. 35. А там есть прямо такие седые хранители традиций? Там лет так по 100, и вот он уже одним взглядом вырезать из дерева может уже. Настолько мастерство внутри. Ну, вот, конечно, 100 лет я не знаю, чтобы они что-то умели делать, но вот была там такая женщина, мы снимали как раз ее, ей исполнилось 102 года, так вот, она очень, очень, очень активная, мы прямо зарядились ее положительной энергией прямо от двухлетней бабушки. Вот, то есть она живет в поселке Цементный, это тоже... Это она? Да, вот сейчас на экране, да? В Невианском городском округе. Как зовут ее, не помнишь? А бабушку зовут Александра Акулова. Ага. Значит, бабушке 102 года, она вот такая, она уральская, родилась у нас, тоже в Невианском селе, в другом, правда. Значит, чем она, чем она прямо местная знаменитость? Вот газета «Звезда», с которой мы работаем, она прямо уже, наверное, три или четыре публикации здесь сделала об этой бабушке. Значит, бабушка просто потрясает своей энергией, своим позитивом, то есть бабушка вообще активно интересуется всеми событиями. Она старейшая подписчица областной газеты у нас на Урале, она читает газету, она научилась пользоваться стиральной машиной, и за стиральную машину она садится помолясь. То есть она сначала, она там помолилась, потом включила стиральную машину и говорит, без этого нельзя. Слушайте, у меня есть одна знакомая бабушка, которая заходит в лифт, нажимает на бабушку и говорит, первый, пожалуйста, или там, восьмой, пожалуйста. Ну, она разговаривает с лифтом, но бабушки нельзя. А здесь она вот прямо искренне благодарит тех людей, она прямо искренне говорит, благословит тех людей, которые забрели в стиральную машину. А то бы я бы сейчас, на руках бы я бы не смогла стирать, ходила бы в грязном. Здорово, Никит. Скажи, когда программу твою можно будет посмотреть, вот именно вот с этими событиями, которые ты снял в Невьянске? А, будет давать сюжетов в это и следующее воскресенье в 23 часа. В 23 часа. Ага, отлично. Мы сегодня обсуждаем тему появления новых знаков вообще вокруг нас, не обязательно дороги. Какой бы знак ты добавил? Мне кажется, я бы на этом знаке изобразил перечеркнутый строительный кран под лунным полумесяцем. Я бы сначала не строить его дворе по ночам, потому что иногда очень... у нас как раз стройка во дворе, и очень шумно бывает, иногда просыпаешься. Здесь живут, надо для строителей такой знак. Здесь живут. Хорошо. Спасибо, Никита, большое. Отлично, Никита, спасибо большое. Напоминаю, что у нас был Никита Сычков, наш коллега. Его программу «Город на карте» вы сможете посмотреть в воскресенье в 23.00. Ну а сейчас... Передаем слово нашей коллеге Ксении Терешовой, которая сравнит квитанции ЖКХ за декабрь и январь. Продолжение следует...